привет я роман душкин на научно-просветительском канале душкин объяснит сегодня расскажу вам несколько техническую тему про комбинаторную логику давайте изучим про класс эквивалентности комбинаторных термов или аппликативных объектов посмотрим что это такое собственно если вы вспомните аксиомы аксиомы которые у нас есть в комбинаторной логике пример вот такая аксиома для комбинатора к или вот такая аксиома для комбинатора с ну или там для комбинатора и вот такая вот аксиома и так далее то можно отметить что здесь есть некий значок который похож на собственно отношения то что математики называют отношения то есть этот значок связывает левую правую части выражений и это этот значок равно принципе можно рассматривать как вывод ну да кстати нужно еще упомянуть что в некоторых вариантах описаний комбинаторной логики вместо равно используют вот такой вот знак вот и здесь надо ввести еще значок вот такой либо вот такой грей и такой значит вот это вот обозначает ноль или более раз применение вот этого знака вывода а вот этот соответственно как вы должны понять один или более раз и и здесь как бы пример можно привести достаточно простой допустим у нас есть какой-то там комбинатор с к к которого есть к нему приложенка приложен какая-то переменной вот мы как бы выводим сначала по комбинатору с применяем вот этот вот эту аксиому сюда да получается к x к x потом по комбинатору к получается x ну и собственно этом мы закончили вот и из этого мы можем сделать вывод ну как бы повторюсь что вот этот вот эта стрелочка и вот эти вот вот этот знак равно это в принципе одно и то же это вот вывод из какого-то комбинаторного термо стрелочку использовать резоннее потому что она как бы показывает что в одном направлении вывод происходит в одном направлении то есть вот из к x к x вот нельзя вот сюда вот перейти равно она как бы в две стороны вот поэтому стрелочку ну как бы я привык равно использовать подразумев под этим вот такой односторонний вывод вот теперь давайте посмотрим что если будет с к с x здесь это то же самое будет с к x с x пока выводим будет x ну и собственно то же то же самое можно написать там с к и x к x и x вот о чем это все о чем это я все говорю собственно вот все вот эти термы которые здесь находятся которые объединяются вот этим отношением которым мы называем стрелочкой или выводом их можно определить в один и тот же класс эквивалентность по вот этому отношению которое обозначается равенством или стрелочкой и собственно что такое эквивалентность эквивалентность это свойство эквивалентность это отношение даже не свойство я прошу прощения это отношение которое определяет так скажем вот может разбить все множество объектов на на класс эквивалентность класс эквивалентности это как раз те подмножество то есть вот у нас есть все множество все множество комбинаторных термов и вот его можно разбить на такие вот классы эквивалентность внутри этих классов эквивалентности все термы можно выводить друг из друга вот проблема вот в чем сейчас я вам покажу значит у отношения эквивалентности должно быть три свойства эти три свойства такие первое свойства называется рефлексивность вторая называется симметричность и третье называется транзитивность так вот проблема с этим всем в том что рефлексивность как бы ну даже нет даже вот рефлексивность минус симметричность минус а транзитивность плюс но только вот в том смысле что мы используем вот эти вот два знака вот такие вот знаки то есть если что значит рефлексивность да напомню что рефлексивность обозначает что для любого а имеет место что а и следует и за вот это вот как бы комбинаторной логике не происходит да симметричность что значит что для любых а б имеет место что если из-за следует б то из б следует а ну выводится не следует это не следствие а выводимость и транзитивность это если у нас есть три а три термо а b c то если из а выводится б из б выводится c то вот из этого следует что из а выводится c собой треугольник вот поэтому говорить о том что это вот прямо настоящий класс и эквивалентности в комбинаторных в общем то нельзя это не совсем правильное название но я решил назвать это именно так и здесь как бы в один класс эквивалентности допустим вот в этот класс эквивалентности вот в этот класс эквивалентность мы будем включать все что касается вот как бы назовем его x этот класс и тогда в этот класс попадут все термы которые из которых можно вывести x вот они сюда попадут вот поскольку x это переменная то как бы я сейчас что-то не знаю какой термин употребить но как бы класса эквивалентными друг другу будут вот эти вот определения вот это вот вот это вот вот это вот и собственно вот это вот и даже вот это вот да к x соответственно все вот эти вот вещи которые я обвел говорят о том что они в некотором смысле эквивалентны а эквивалентны они именно в том смысле что из них из всех выводится одно и то же вот вот это вот это про это еще надо подумать потому что здесь x это переменная и собственно переменную вставлять вот такой аппликативный объект она определяет как бы переменной должна инстанциироваться и поэтому она должна инстанциироваться каким-то конкретным аппликативным объектом поэтому вот наверное здесь нельзя так просто брать и включать аппликативный терм с переменной в класс эквивалентности аппликативных объектов но вот такие вот все определения включать можно то есть skk sks sky и бесконечное количество других аппликативных объектов комбинаторных термов эквивалентны друг друга в том смысле что из них выводится одно и то же и именно поэтому для чего собственно это видео снимаю именно поэтому вот в этом смысле мы можем говорить о том что аналоги арифметических операций на комбинаторной логике дают там те или иные результаты например там 0 или 1 или так далее потому что вот из применения допустим там инкремента к единице ли там декремента к нулю получается 0 просто вот когда мы это делаем вывод такой же как у нумерала черчи 0 вот примерно так в общем то это все наверное что я хотел сказать я немножко затянул эту техническую тему но тем не менее сказать об этом было нужно пишите комментарии туда ставьте лайки зовите своих одногруппников кто занимается комбинаторной логикой они найдут на моем канале большое количество важных полезных материалов том числе таких о которых не говорят в ваших технических вузах ну и конечно же на канал на мой подписывайтесь с вами был роман душкин до новых встреч пока